Сегодня мы расскажем вам о дагестанской компании по производству напитков. Ее особенность в том, что она заботится не только о том, чтобы продукция была вкусной и привлекательной, но прежде всего качественной. Мы находимся на предприятии Ириб. Давайте попробуем узнать больше о его ценных рецептах. Компания Ириб на российском рынке уже больше десяти лет и сегодня производит натуральные соки, лимонады, холодные чаи, минеральную и питьевую воду. Так как компания региональная и местная, то, соответственно, мы продвигаем именно национальный колорит, национальные вкусы и очень сильно поддерживаем национальных местных производителей. Практически все напитки произведены из местных компонентов. То есть мы заключаем договора с поставщиками фруктов, овощей, перерабатываем их сырье и из него производим продукт. Именно поэтому продукт получается такой вкусный, насыщенный, напитанный дагестанским солнцем. И именно поэтому он так полюбился не только местным, но и всем российским покупателям. Любовь к родному краю транслируется и в самом названии предприятия. Собственники, владельцы компании, они уроженцы села Ириб, это Чародинский район. И, соответственно, вот эту родную нотку они воплотили в название этого напитка и в название компании в целом. Начиная с самого создания, компания называется Ириб и несет в себе в корне традиции аварского народа и села Ириб. Основным сырьем для производства соков и нектаров Ириб служат фрукты и ягоды, выращенные в районах Дагестана. Здесь обрабатывают около трети всех плодов, производимых в республике. Сначала огромные фуры разгружают. Затем здесь же работницы устраняют непригодные плоды. Остальные тщательно промывают в специальной машине. Далее термическая обработка. На выходе жмых в одну сторону сочное яблочное пюре в другую. Им также наполняют бочки для консервации. А это уже емкости, из которых сок разливается по бутылкам. А вот здесь находится чуть ли не главный кабинет на предприятии, лаборатория, в которой проводят анализы на качество напитков. Давайте пройдем и узнаем подробнее. Наиля, расскажите, что у вас здесь происходит? Здравствуйте. Я определяю жесткость в воде. Один из важных показателей в воде – это жесткость. То есть это бутылочка вашей продукции, да? И вы ее будете проверять? Да. Один из физико-физических показателей основных – это жесткость в воде. Вот сейчас мы ее титруем. А что выдают жесткость? Жесткость в воде – это говорит о том, что вода мягкая, пригодна к употреблению. То есть если жесткости немного, да? Да. То есть в пределах нормы она должна соответствовать. Ну вот. То есть вы ее с чем смешиваете? Реактивом. И должен дать синий. Да. Вот переход из фиолетового в синий говорит о том, что… То есть это уже конечный процесс титрования. Этот метод титрования, ну, жесткость здесь в пределах нормы. А еще вы проверяете напитки? Мы проверяем напитки, мы проверяем соки натуральные. То есть вы берете из партии, например, одну бутылку, да? Выборочно, каждые 2-3 часа выборочно отбираем бутылку прямо с линии и также от напитков наших определяем органолитические показатели в первую очередь. Это цвет, аромат, вкус, визуально осматриваем. И в дальнейшем мы делаем уже физико-химические показатели, определяем наших напитков, наших соков натуральных. Также мы делаем, проводим регулярно дегустации этих напитков, напитков, то есть для улучшения вкуса, для улучшения качества. Устраиваем сравнительные закрытые дегустации, то есть стремимся к лучшему. А кто дегустирует? Дегустирует, это сам директор присутствует у нас на дегустациях, это отдел продаж. Наши, получается, сотрудники лаборатории, это главные технологи. Основная задача именно производственной лаборатории, это недопуск выпуска продукции, которая не соответствует требованиям стандартов и технологических условий. То есть прежде чем она попадет на прилавки в магазин и вообще выйдет, получается, на продажу? Контроль качества на каждом участке, то есть момент приготовления, с момента приготовления и до выхода конечного продукта уже на склад, ну и потом на прилавки магазинов. Хорошо, давайте посмотрим, что вы еще тут делаете. Миссия производства нашего продукта – это натуральность. И слоган компании «Пей натуральный». Мы очень тщательно следим за качеством произведенного продукта и следим за тем, чтобы в нем было минимальное содержание сахара и больше насыщенных настоящих компонентов, соответственно, фруктов и овощей. Это дает хорошую платформу для вкуса. Контроль качества на каждом этапе, отбор плодов, пропорции напитка, температурный режим, тщательная проверка тары и готовой продукции. Все идет автоматом. Вы сами как уже видите, у купорка, закатка у нас автомат, разливочная. Это все идет автоматом. Просто люди сидят за линией, они контролируют процесс. Они не допускают бракованной бутылки, чтобы бутылка прошла без этикетки, без дата. Вот эти моменты они контролируют только себя, но все идет автоматом. Там закатка и текеровка, вы сами видите, упаковка. Все у нас автоматизировано, да. На заводе установлено современное оборудование, позволяющее сохранить при переработке и розливе максимум полезных витаминов и минералов. Соки и нектары и риб не содержат консервантов, красителей, ароматизаторов и ГМО. Сам продукт подвергается у нас двойной стерилизации. Подвергается тепловой обработке и при температуре 84 градуса она пастуется. Затем она проходит процесс пастеризации, что обеспечивает микробиальную стабильность продукта. После закатки бутылки продукт поступает в туннельный пастеризатор, где он подвергается температурным режимам. Это 90, 70 и 40 градусов. То есть происходит постепенное охлаждение напитка, что также обеспечивает его стабильность на протяжении всего срока хранения. Я сижу, чтобы лежачие бутылки поднимать и брак снимать, и боюсь. Бывают треснутые, да, я их тоже снимаю. Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, чем вы тут заняты? Я на дату смотрю и брак убираю. А, брак? Брак, да-да-да. Вот это не поскольку тут? Это дата нету, половинка здесь. А, дату не видно? Да. Вы кругу убираете? Да-да. И без ицкетки тоже убираем. Вот такие убираем. Это пустышки. То есть вы следите во внешнем виду, да? Да-да. Попробуйте. Вот чем-то кинток у нас. Давайте попробуйте. Вот чем-то кинток. Здесь можно бутылку открыть? Можно, конечно. Ну, давай. Вот, кстати, тут тепленький, да, еще? Оттуда уже горячее идет. А потом охлаждает? Да. Очень вкусно. Благодаря высокому качеству и натуральности продукта, высокий рип и вода чагири, завоевали первые места на международном конкурсе напитков, который проходил в Сочи. Жюри очень понравились наши напитки, не только по вкусовым качествам, но и по дизайну. И поэтому мы получили такие высокие места и дипломы. Расскажите, сколько бутылок проходит в один день и за одну смену? День за одну смену 20-25. Смотря какого объема бутылки. 25 тысяч? Тысяч бутылок. Это в один день? В один день, в одну смену. А сегодня какой срок вы видим? Нектар манго. Это манговый? Манговый. Манговый. Манговый нектар. Манговый, вы уже сами знаете, что у нас манго не растет, поэтому приходится и такие тоже производить, потому что запрос есть, такие экзотические тоже приходится развивать, помимо нашего продукта. А здесь прям полный процесс происходит? Сейчас ее упакуем, и можно прям в магазин уже отправлять. Все уже, да, она идет на склад, оттуда уже сразу отпускают. Вот этот же ген. Они бывают даже в очереди машины стоят, ждут. Запрос есть, востребованный продукт. И мы для этого, да, у нас есть стимул, мы стараемся. А в соседнем помещении разливается родниковая свежесть. Так называется питьевая вода от Ириб. На водовозах ее специально привозят с источника Бикинесс. Это второй по величине источник в Европе. Вода с Бикинесс уникальна по количеству полезных природных микроэлементов, обладает мягким вкусом и благодаря своему составу идеально подходит для ежедневного употребления. Сейчас мы подошли к самому приятному этапу, к дегустации напитков. Прежде чем я их попробую, Наиля, я хочу у вас поинтересоваться, в каких из них нет, например, сахара, куда вы не добавляете их? Есть такие напитки? Так, все наши соки, это яблочные, гранатовые, мультифруктовые, ананасовые, апельсиновые, виноградные, это соки восстановленные, то есть там только концентрированный сам концентрат и восстановлен водой. То есть, а все нектары у нас там с добавлением сахара и сахарного сиропа. Все, что заявлено на этикетке, получается, у нас, это соответствует действительности. А то есть, если я, например, покупаю гранатовый сок, и там не указано, что добавлено сахар, что его там нет в составе? Его там нет в составе. Вот, пожалуй, его и попробую. Прям ощущается терпкостью. Но я люблю гранат. Вкус насыщенный, ароматный вкус гранатового сока. Ну, у нас, вы видите, тут коллекция большая, еще предстоит пробовать и пробовать, и не верю. Спрос колоссальный, причем это подкрепляется тем, что мы даже не успеваем производить. У нас настолько огромный запрос от федеральных сетей, от тех туристов, которые приезжают, пробуют здесь сок, а потом возвращаются в свои родные места и запрашивают этот продукт. Мы продаем через маркетплейсы, и продажи постоянно растут. Вишневый, яблочный, абрикосовый, персиковый, гранатовый – и это далеко не вся линейка натуральных соков, а еще минеральная вода Таркитау, питьевая Чигири, родниковая свежесть, лимонады Миндари, холодные чаи Айсбар, спортивные напитки Профиспорт. Все это многовкусие объединяет высокие стандарты изготовления напитков и один производитель. Сегодня «ИРИП» – это крупная производственная компания, которая не только обладает современными технологиями и оборудованием, а еще и с большой ответственностью подходит к производству своей продукции. Попробовав напитки «ИРИП» однажды, вы уже не спутаете этот вкус ни с каким другим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok